КАПИТАН КАПИТАН Облизнитесь Ну нахер Привет мои адекватные и абсолютно разумные подписчики С вами я, ваш верный друг И сегодня мы с вами продолжаем разбирать по частям Такую немецкую красотку, как Готика В прошлый раз мы с вами остановились на том, что нам надо было Отправиться в шахту старого лагеря Чтобы узнать, из каких частей тела ползунов Можно делать более бомбезные магические напитки Для Кургалома и его юродивых гуру Непосредственно в шахте я пездаюсь с лестницы И разговариваю с одним из представителей болотного лагеря Дабы хоть что-то узнать о ползунах Где-то должно быть их логово Если бы нам удалось найти его Мы смогли бы уничтожить весь выводок этих тварей Как вы поняли, Википедия из них достаточно говеная Поэтому я решил полазить в этих шахтах без чьей-либо помощи Посещаем несколько ответвлений, которые были заброшены шахтерами Из-за набега тех же ползунов На данный момент эти тараканы, как в принципе и большинство тварей в данном мире Опасны лишь в количестве больше, чем две штуки Прямо как пятиклашки А в остальном же они достаточно быстро рубятся Словно я шрам, а ползуны это Нина Конечно, не обошлось без смертей Но они случались сугубо по моей недоразвитости По этой же причине, кстати, я и пошел в ютуберы А еще я не знаю почему, но мне есть дикое желание зажечь все факелы в пещерах Чтобы стало чуть светлее Я чувствую себя намного спокойнее, когда есть хоть какие-то источники света Да и вам лучше видно, что тут происходит у меня Сейчас вы можете быть свидетелями того, как я безрезультатно пытаюсь убить ползунов из лука Поскупившись на обучение науке лучника И поэтому слегка заглатываю кок Конечно, я попробовал спуститься по лестнице Но ползуны быстро среагировали в стиле ОМОНа И отпиздили меня в стиле кунг-фу Но не стоит плакать от безысходности и резать вены на жопе Так как разрабы не такие простые ребята И сделали альтернативный спуск для таких идиотов, как я Чекаю все места, где есть ползуны Убиваю их и навещаю начальника шахты по имени Ян Ты че орешь, дурак что ли? Объясняем этому глинамесу на пальцах Что ищем логово мерзких тварей Ян этому, конечно, рад, но беспокоит его сейчас совершенно другое Дело в том, что сломался пресс А точнее, одна из его шестеренок И если мы найдем где-нибудь целую шестеренку для пресса То Ян поможет нам в нашем деле Справедливый обмен Находим шестеренку в одной из пещер Которой мы надругались над честью ползунов И возвращаемся к Яну Начальник радуется и говорит нам отправиться к некому Асгхану Который охраняет ворота в темную часть шахты Ситуация с ползунами наиболее горяча Находим этого охранника и выкладываем все как есть Тот, конечно, слушает и кивает Но ворота он все равно не откроет По причине того, что он ссыкло Поэтому он просит нас уговорить Прийти сюда хотя бы трех мужиков из болотного лагеря Которые тут тусуются Дабы те помогли пёзнуть ползунов Попрощих сюда после открытия ворот Трех коренных петербуржцев найти и уговорить Не составляет абсолютно никакого труда Ибо они за любой кипиш, кроме реабилитации Логово ползунов! Наконец-то! Мой меч! К твоим услугам! Правда, проблемой было дождаться, пока все придут на значенное место к воротам Все на месте, а значит время для Джоли Кооперейшн С целью угнетения ползунов После столь замечательной стычки Работяги остаются около ворот Так как я и сам один справлюсь в этих страшных шахтах Само собой, зачем идти со мной, если можно погонять чьи в Коптерке с начальником? Закончив с остатками ползучей мерзости Доходим до входа в странную пещеру Порубив пару пожилых ползунов Переходим и медленно приближаемся К матке Шо це за хуйня? Ух, видимо, меня ждет сложная битва Это было тяжко, как барангеляшка Но я посадил ее на свой стальной кукан Золотав с нее яички, таки которые имеют нужное нам вещество для создания магических зелий Я убиваю чердрыненка ползуна И сваливаю отсюда в закат На выходе из шахты меня останавливает некий Дрейк Который говорит, что я тут справился, но чисто Иисус И за такое заслуживаю повышение по службе до звания Стражник За более подробной информацией надо будет обратиться к Торосу Это, конечно, все само собой Но сначала болотные дела Без отдыха прям сразу бежим к Оргалому и отдаем ему Тот, конечно, рад Но снова Потому что Я еще не нашел способа зарядить юнитор Он рассказывает, что существует некий альманах Которым есть лайфхаки по зарядке юнитора Куплен он был у Користа По кличке Пошел нахер отсюда За книгой Коргалом отправил некого дебича по имени Талос Но по пути от старого лагеря до болотного его грабанули черные гоблины Поэтому сейчас наша задача помочь этому пинусу вернуть это сортирное чтиво Бежим на главную площадь болотного лагеря И обнаруживаем Талоса чилищем с закурением самокрутки с сомнительным содержимым Этот Паша-техник поначалу не желает с нами болтать о своем фейле Но когда мы говорим ему, что хотим помочь, то он сразу такой Конечно, приведу тебя к месту, где живут эти гоблины Да-да-я Но за это мы, само собой, берем с него деньги Ибо Деньги мне плати, блядь Юзу и свиток света, чтобы не было так темно, и неспешной походкой отчаливаю вместе с этим фалосом Он доводит меня до пещеры гоблинов и говорит Иди делай дела, а я постою на стреме Очень полезный молодой человек Ну, думаю, один я справлюсь, ведь до этого уже имел дело с черными гоблинами Со второго раза у меня получилось сразить этих чертей, а заодно забрать альманах Говорим Талосу, что все заебца и идем в лагерь Коргалон искренне рад, так как теперь все готово для великой церемонии Которую, кстати, мы можем лицезреть Бежим на главную площадь и становимся свидетелями того, как весь лагерь за компанию с юбериончиком Использовали заряженный юнитор и внезапно словили наилютейший приход, в котором увидели орков Однако приход был настолько сильным, что юбериона вырубило, как от удара кирзачом в рафлан ебало Взволнованные ребята начали гадать, что же это все было И пришли к выводу, что спящий пытался им показать выход Который, скорее всего, как-то связан с орками, а возможно, даже находится в их землях Поэтому наиболее главный на данный момент Травакур решает отправить несколько ребят в ближайшую пещеру этих бугаев После этого дикого веселья начинается третья глава Все пошло по жопе и надо что-то делать Для того, чтобы хоть немного понять нынешнее положение вещей, мы бежим в храм, куда отнесли юбериона Тот, конечно, лежит и отдыхает, прям как в российской больнице То есть на холодном полу в бреду и с температурой Пришло время поставить вам кризму Разговариваем с челиком по имени Кор Ангар и узнаем от него примерно такие вещи Несколько болотных нарколык отправились в урочью пещеру, которая по совместительству является урочей гробницей Ибо бугаи там своих хоронили А поскольку эта пещера находится совсем неподалеку, поиски решили начать именно оттуда Кор Ангар весьма волнуется насчет успешности данного задания и просит нас сходить туда, оценить ситуацию, ну и если что, помочь чем сможем Мы такие И отправляемся туда, ну почти туда Для начала я решил опробовать свои силы против зверька, который нехило так снашал меня при попытках замочить его в начале игры Мои усердные тренировки, хорошее оружие и умение закликивать, не давая атаковать меня самого Наконец-то сыграли свою роль Я по такой же системе создаю свои видео Тупо бомбардирую вас флудом из дерьмовых шуток, чтобы вы и очухаться не успели Вроде пока что такая система не подвела Дезаморфинчики и орки подождут, ведь мне надо сходить в лагерь и получить новое звание К слову, я прекрасно понимаю, что тут можно пойти по пути мага Но на самом деле мне не особо нравилось играть за волшебников, колдунов и т.д Раньше, во времена Обливиона, я любил создавать воров-тихушников или эзезинов Но с возрастом мне стал больше симпатизировать геймплей за бугаев-воинов И желательно с двуручным оружием, чтобы с одного удара лица крошить панировку для котлет А вот маги мне никогда не нравились Максимум, если бы тут был иной выбор, я бы мог пойти по пути какого-нибудь самонера или некроманта Но что-то таких вариантов я пока что не увидел А если они тут есть или откроются в дальнейшем, то сорян Может я такими темпами ее тогда перепройду на своих стримах чисто для себя, но уже иными путями А пока что я говорю Торусу, что стражником стать желание имею Тот мне говорит вдохновляющую речь о важности бытия стражником И что именно от стражников зависит чуть ли не жизнь всего лагеря Только вместе мы сможем справиться с любыми членами А затем он отправляет нас на склад за обмундированием И поточив лясы с кузнецом, я получаю доспехи с весьма неплохими статами Солидно Хотя если честно, у меня сейчас достаточно руды, чтобы купить доспехи намного лучше Но этот жопошник отказывается мне их продавать, так как я еще не настолько пиздатый Боюсь тебе до них еще далеко, малыш Обидно А вообще иногда я думаю Зачем служить Гамезу в старом лагере, если можно Купить каких-нибудь Егор в гейпстор Здешние цены настолько низкие, что ваш кошелек скажет Хочешь Элекс? Бери Хочешь лучшую часть Дарк Соулс? Да пожалуйста Хочешь лучшую часть Готики? Забирай, ведь никто не откажет герою Гейпстор, ссылка в описании к видео Теперь самое время идти в эти орочьи пещеры, чтобы узнать как дела у религиозных обдолбушей По пути я начистил пачу рыла и ограбил его, но это не потому что я злой, а потому что я могу На дороге к пещере меня встретили всратые версии падальщиков, которые немного сильнее, но ненамного Поэтому я легко поступил с ними как Энакин с юнглингами Следом я встретил уже самих орков, которые сразу набросились на меня, не удосушившись даже вступить со мной в дипломатическую перепалку Ну им же хуже, я все-таки прокачанный косипоши в броне стражника, а не стрёмные обсосы в лохмотьях из магазина твоё От орков не осталось и следа, однако я нигде не вижу болотных братюнь, разве что одинокий трупак лежит перед входом В этих пещерах жутко и не особо радужно, а еще весьма много орков, которые даже не пытаются выйти со мной на контакт Я, конечно, их убиваю и без особого труда, но все-таки хотелось бы увидеть какую-нибудь химию между нашим сверхчеловеком и этими сморчами Было бы даже иронично, если бы я смог вступить в какой-нибудь орочи лагерь Немного погодя, я становлюсь свидетелем группового насилия над одним из наркоманов под именем Идол Люкора После спасения он благодарит нас и рассказывает печальную весть, а именно, что все его братаны сдохли от рук орков Которые почему-то были здесь, хотя по имеющейся инфе раньше здесь было пусто, как в сраке у Мангуста На данный момент, конечно, было бы неплохо уйти отсюда за подкреплением Но Идол Люкор считает, что приходить к полудохлому юбериону с голыми руками поступок недостойный джигита Поэтому мы должны разгадать загадку этих пещер и понять, что тут происходит Вместе с Люкором мы вырезаем орков и находим два обрывка свитка, соединив которые мы получаем телепорт, переносящий нас за стенку в одном из помещений Идол Люкор и Косипоши взволнованы по самой неболой, ведь они почти достигли разгадки существования спящего, а возможно и выхода на свободу Однако, всё пошло не так и случилась драма категории ГЭВ Оказывается, что в этих пещерах ничего нет, вот абсолютно ничего Нашему ГЭГЭ как-то пофиг на это, ведь, как говорится, ни на что не настроился, вот и не расстроился А вот Люкор, как истинный фанат своей веры, слегка пригорел с этого Нет! Этого не может быть! Здесь ничего нет! Ничего, кроме костей и пыли Нет! Господин! Ответь мне! Яви себя! Спящий! Нееет! Ну вот, он окончательно сошёл с ума А затем и вовсе посчитал, что это всё наша вина, ведь мы нечестивый еретик, гой и недоразвитый дебил, которого надо принести в жертву во имя спящего Умри, неверный! Эх, вот так друзей и теряют Слегка в шоке от такого явления, я, не теряя самообладание, сделал Сибаса быстрее ветра из этих пещер Так как страшно вырубай Мы рассказываем Кор Ангару, что в той пещере ничего не было Все его братишки мертвы, а Кор Люкор так вообще словил Шизу и погиб от нашего меча Однако, плохие новости на этом не заканчиваются Ведь, по словам Кор Ангара, Юбериону всё хуже и хуже А поэтому нам нужны особые лекарственные травы, которые растут на болотах Деваться некуда, и я иду за травой Однако, к моему возвращению меня ждали новости категории Чё за херня, блять? Юберион ненадолго проснулся и сказал весьма важную вещь, которая просто перевернула местную веру с ног на голову А именно то, что спящий это не бог, а какая-то страшная, опасная хуерга, которую мы ни в коем случае не должны пытаться разбудить Да уж, вот это новости Теперь уже даже не знаю, может ли случиться что-то хуже Нам остаётся только надеяться, что для Юбериона ещё не всё потеряно Это точно не моя проблема Юберион мёртв Наш духовный наставник покинул нас Также Юберион напоследок сказал, что как бы это ни было странно, но вся наша надежда на план магов воды из нового лагеря Кор Ангар благодарит нас за верную службу и отправляет в новый лагерь, чтобы мы передали магам Альманах и Юнитор Они найдут ему нужное применение Эти два предмета мы найдём в сундуке нашей Цундере по имени Кургалом, который от всего этого психанул и отправился с несколькими работягами в неизвестном направлении, дабы найти иной путь пробуждения спящего Ну что ж, делать нечего, забираем вещички и дуем в новый лагерь По пути я морально угнетаю кавалорном и забираю его вещи, ну потому что, как вы помните, я просто могу Уже в новом лагере я разговариваю с одним из магов воды под именем Кронос Просто так пропустить к своему начальнику Сутурасу он меня не хочет, но после того, как я говорю, что спящий на самом деле не бог, а какой-то сраный демон, Кронос сразу же одобрительно кивает и говорит пароль для того, чтобы стража не задерживала меня Пароль Театриандах Но перед тем, как идти к Сутурасу, я случайно заскочил к местной шишке по имени Ли, который здесь является, насколько я понял, главой наемников Тот достаточно дружелюбно, без намеков на ЧСВ, рассказал мне про то, что они охраняют магов и гору магической руды, чтобы их план по освобождению колонии сработал Правда, на этом наша с ним беседа закончилась, ну и whatever Далее я пошел к стражникам, которые охраняют покой магов Пароль Театриандах Верно, ты можешь пройти Начальника мы находим в собственной комнате, наблюдая, как он лампово сычует, изучая магические письмена с японскими картинками Наш Косипоши ведает ему абсолютно все, что случилось, не выпуская ни одной детали Сутурас, мягко говоря, удеебнулся с таких новостей, но, как оказалось, во всей этой ситуации есть и свои плюсы А именно, что маги почти готовы к тому, чтобы сломать барьер, а учитывая, что теперь у них есть и альманах, и юнитор, дела так вообще пойдут в гору Также они собрали достаточно руды, чтобы создать магический взрыв, который уничтожит все магическое вокруг, при этом не тронув людей Однако, есть пара мелочей, которые должны будем решить мы Да-да, именно мы Нам надо всего лишь найти остальные юниторы, которые находятся где-то в колонии Вот тебе карта, где они, по идее, должны быть Все, иди, перди, и удачи тебе Ах да, лопушиная манда Еще не забудь взять целебных боржомий у нашего алхимика А в остальном, никакой помощи мы тебе не дадим Хоть мы и маги Хоть меня уже немного и подзадолбало быть на побегушках у всех подряд Происходит это все весьма весело и интересно Для начала я заглядываю в карту, дабы понять, что где находится, и примерно выстроить свой маршрут Сразу же вычеркиваю это место, так как тут мы нашли самый первый юнитор, и себе на цель ставлю валить вот сюда На месте я обнаруживаю мага огня по имени Мильтон, который очень даже рад нас видеть Но не потому что мы братаны, а потому что ему не помешала бы моя помощь В склепе, где лежит один из юниторов, на данный момент происходит жопа боль Так как там очень лютая охрана в виде нежити-хуежити, которую трудно убить Однако там находится очень мощный амулет, который нашему другу пригодился бы Поэтому хочешь не хочешь, а жмуриков завалить надо Мильтон дает нам мощный свиток, который мы юзаем на самого мощного упыря За компашку с Мильтоном мы вырезаем остаток скелетов, я забираю юнитор, а Мильтон довольно текает отсюда Следующей целью я беру место недалеко от старого лагеря Тут я, на радость всем, обнаруживаю нашего старого другана Диего, который не прочь помочь Однако, по его словам, нас ожидает некоторая проблема Так в чем же тогда проблема? Проблема тонны на три весом Идем, ты сам все увидишь И эта проблема, это сраный троллина, который стоит тут рядом с лебедкой, открывающий вход Диего говорит, что готов отвлечь эту ебободину на себя, чтобы мы могли поискать что-нибудь, что поможет победить его Ну и я просто совершенно случайно нахожу какой-то свиток, который уменьшает тролля до размера подходящего для уничтожения И тадам, еще один юнитор почти у нас в руках, осталось лишь победить Гарпий, чтоб вы сдохли Прощаемся с Диего и идем дальше Будь осторожен Мы еще встретимся На следующей точке я нахожу некого челика по имени Горн, который тут ищет сокровища, ведь по легендам тут что-то должно быть Он говорит, что с радостью пойдет с нами за компанию, ведь одному тут бегать немного опасно В данной локации нас ожидают огромное количество динозавроподобных уродов, а еще огромные ворота, которые не пускают внутрь Однако мы смекалистые ребята и я юзаю свиток превращения в мясного жука, чтобы пробраться сквозь дырку в стене и дернуть за рычаг Здесь мы находим еще один юнитор, однако поскольку это все произошло слишком легко, разрабы подкинули нам драку с еще одним троллем Который хоть и немного, да послабее предыдущего Благодарим Горна за помощь и оставляем его искать свои богатства дальше Остался последний юниторчик, который немного проблемный по ряду причин и находится в жопе бытия Мост к нужному нам месту охраняет какой-то мостовой голем, который почти откусил нам лицо Но благо я умею махать оружием туда-сюда и поэтому остаюсь цел Сразу после моста мы натыкаемся на нашего старого знакомого Лестера, который очень удачно стоит здесь По его словам, в этом замке раньше жил какой-то богатый черт, которому принадлежали данные земли, но он отошел в мир иной И где-то тут до сих пор лежит ценный документ, заимев который можно смело говорить, что эти земли принадлежат тебе Поэтому Лестер тут и ошивается, так как рано или поздно барьер сделает бум Бум-бум-бум-бум И все отсюда выберутся, а он станет богатый-богатый, прямо как Абрамович Из разговора становится ясно, что этот мамкин бухгалтер не против пойти с нами в этот замок и совершить аморальный грабеж Честно, тандем нам особо не помог, и я все равно испытываю попу боль, так как это гиблое место просто с ног до писи заполнено бледы гарпием От которых мне уже вскрыться охота! В итоге мы обнаруживаем нужный документ и юнитор, который находится тут очки С помощью свитка телекинеза я достаю вещичку, прощаюсь с Лестером и удаляюсь к Сатурасу За каждый отданный юнитор я получаю просто титаническое количество экспы и увожуку со стороны магов воды Теперь, когда все юниторы собраны, дело остается за малым Чтобы сломать барьер, мне нужны все маги, которые этот барьер ставили И поэтому нам надо сходить к магам огня и уговорить их помочь сломать барьер Так начинается четвертая глава, а данное видео заканчивается Большое спасибо, что смотрели данный ролик и за то, что смотрите мои ролики в принципе Вас могут называть за это говноедами и дурачками, но кому волнует чужое мнение, когда ты можешь ржагать шуток про пиписьки, верно? Следующий ролик выйдет вот прям очень скоро, возможно даже не через никогда Большое спасибо за просмотр, мои шляденьки До скорых встреч и... пока! Субтитры сделал DimaTorzok